Чем единорог угостит друзей? Гигантскими радужными чипсами? Большими яркими крекерами? Или огромным цветным батончиком? Смотри в нашем новом видео рецепты макси-снеков для единорога. Девушки отдыхают. Огромные крендельки снайдерс для радужных существ. Что может быть вкуснее? В один килограмм муки добавляем ложку разрыхлителя. 200 грамм нарезанного масла добавляем в муку. Два яйца перемешиваем со 100 граммами сахара. Вливаем яичную смесь в муку с маслом. Замешиваем очень крутое тесто. Раскатываем тесто в жгут и лепим форму большого кренделя. Перекладываем его на противень с пергаментной бумагой. В яичном белке разбавляем пищевой краситель. Покрываем крендель. Посыпаем крупной солью. Выпекаем 45 минут при температуре 180 градусов. Готовим несколько больших кренделей разного цвета. Для упаковки склеиваем ватман. Кладем внутрь крендели. И приклеиваем распечатанную этикетку. Украшаем звездочками. И крепим изображение радужных кренделей. Девочки произносят заклинание. Юникорнус приглашантус. Что происходит? Внезапно единорожка исчезает из своей уютной гостиной. Девочки слышат странные звуки. О, святая радуга! Это сработало! Единорожка появляется на вечеринке. И не одна, а с гигантским угощением. Да это же крендельки. Только покрытые радугой. Ржули никогда не пробовала подобный снэк. Да и все остальные, девочки. Берите, берите, единорогу не жалко. Как только пачка опустила, единорожка тоже уходит. Куда же ты? Не расстраивайтесь. А лучше отправляйтесь за единорогом в волшебное приключение. Единорожка позвала подруг к себе домой. И приготовила угощение. Радужные чипсы Макси Лейс. Смешиваем 200 грамм картофельного пюре и 100 грамм муки. Замешиваем тесто. Делим его на части. И окрашиваем разными пищевыми красителями. Раскатываем тонкие разноцветные жгутики. Силиконовый коврик посыпаем мукой. И выкладываем полоски в радужной последовательности. Приминаем, чтобы они склеились вместе. Посыпаем мукой. И раскатываем тонким слоем. Кладем друг на друга 10 листов фольги. И сверху один лист пергамента. Складываем гармошку. Кладем ее на противень. Из радужного теста вырезаем овал. И укладываем его на гармошку, повторяя форму складок. Выпекаем в духовке 20 минут при 140 градусах. Смазываем радужный чипс маслом. И посыпаем мелкой солью. Делаем несколько штук. На черный ватман наклеиваем фольгу. С обратной стороны крепим распечатанную этикетку радужных чипсов. Склеиваем упаковку. И наполняем ее чипсами. Девочки с удовольствием хрустят картофельной радугой. Но Рыжуля оказалась самой жадной из трех подруг. Она хочет съесть все чипсы одна. Ох, Рыжуля! Как же ты не понимаешь. Кодекс единорога не терпит жадности. Поэтому все жадины исчезают из волшебного мира и возвращаются домой. Вот такие правила. Но щедрым девочкам это не грозит. Вы можете оставаться здесь подальше. За чашкой чая девочки потеряли единорожку. Может, она придет на угощение? Но подружки не могут справиться с крышкой. А единорожка в это время на кухне колдует над новым рецептом снеков. Она замечает проблему девочек. Все ясно? Им нужна магия единорога. Раз, и обычные крекеры превратились в волшебные. Готовое слоеное тесто окрашиваем пищевым красителем. Раскатываем тесто. И вырезаем длинный прямоугольник. На одну сторону выкладываем тертый сыр чеддер. Заворачиваем тесто. Прищипываем края. Выкладываем крекер на противень. Яичный белок немного взбиваем. И добавляем в него пищевой краситель такого же цвета, как крекер. Смазываем крекер цветным белком. В центре прокалываем отверстие. Ставим в духовку, разогретую до 140 градусов на 10-15 минут. Выпекаем несколько крекеров разного цвета. На пластиковое ведро подходящего размера наклеиваем распечатанную этикетку крекеров. Крышку покрываем акриловым грунтом. Затем красками рисуем радугу. Из воздушного пластилина трех цветов скручиваем рог единорога. И приклеиваем его в центр крышки. Помещаем крекеры в упаковку. Ммм, в этом ведерке спрятаны самые большие радужные крекеры в мире. Одной порции хватит, чтобы накормить всех голодных единорогов. Подружки с удовольствием хрустят сырными крекерами. Интересно, какой цвет вкуснее? У единорожки сегодня мексиканское настроение. Оле, чикас! Девчонки не понимают, что это за музыкально усатый фестиваль. Амор, амор! Кактус, начус, мухамор! Да уж, единорожка явно веселится. Чтобы угостить девочек, она приготовила гигантские доритос. Смешиваем 100 грамм пшеничной и 120 грамм кукурузной муки. Добавляем по одной чайной ложке карри, перца, чили, сахара и соли. Вливаем 150 миллилитров молока и 25 грамм растительного масла. Замешиваем тесто. Добавляем пищевой краситель. Раскатываем тонким слоем на пергаменте. Вырезаем треугольник. Выпекаем в духовке 10 минут при 140 градусах. Для упаковки склеиваем картон. Приклеиваем логотип Доритас и распечатанное изображение цветных чипсов. Украшаем звездами из блестящего фоамирана. Внутрь вкладываем разноцветные чипсы. Открывайте скорее эти яркие огромные чипсы. Надо же, радужная Доритас очень вкусная. А гигантской пачки хватит на всех. Но даже самые большие чипсы заканчиваются. Как жаль. А Кристи так хотелось еще. С этой магией единорожка совсем выбилась из сил. Нужно подкрепиться злаковым батончиком. Ну вот. Так-то лучше. С новыми силами можно и поколдовать. Одного батончика слишком мало. Увеличим его в 10 раз. Огромный злаковый батончик наполнит единорожку энергией на год вперед. В 270 грамм овсяных хлопьев всыпаем 90 грамм сушеной вишни. 90 грамм жареного арахиса. 100 грамм цукатов. И 90 грамм нарезанной кураги. В отдельной кастрюле смешиваем 90 грамм сахара. 90 грамм сливочного масла. 120 грамм меда. И 50 грамм воды. Варим 5 минут. Готовый сироп заливаем в сухую смесь. Перемешиваем. Прямоугольную форму застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем массу. Утрамбовываем. Ставим застывать в холодильник на несколько часов. Для упаковки приклеиваем с одной стороны цветного картона пищевую фольгу. Склеиваем картон фольгой внутрь. И приклеиваем распечатанный логотип и картинки с этикеткой батончика. Рисуем дугу. И акрилом раскрашиваем радугу. Украшаем звездочками. На батончик наносим полосками растопленный белый шоколад. И присыпаем цветной кокосовой стружкой. Когда шоколад застынет, заворачиваем батончик и помещаем в упаковку. Девочки слышат загадочный шум на кухне. Что там происходит? Единорожка придумала очередную гигантскую вкусняшку. Но совсем забыла про девочек. Им тоже хочется попробовать батончик. Ммм, какая красота! Что ни говори, даже в волшебном мире есть вкусняшку с друзьями намного веселее. Понравились наши гигантские радужные снеки? Тогда пиши в комментариях, какую еду для единорога тебе бы хотелось приготовить. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые радужные рецепты на канале Трум-Трум. Пока! Пока! Пока!